Добрый вечер. На канале НТВ в прямом эфире футбол. Стадион Сантьяго Бернабел. Сегодня здесь московский Спартак проводит свой второй по счету матч первой групповой стадии турнира. В Восьмой Виктор Булатов. Девятый Егор Титов. Десятый Андрей Штолцерс. Одиннадцатый Андрей Тихонов. Четырнадцатый Максим Корниченко. Восемнадцатый Дмитрий Барсенов. И двадцать четвертый номер Робсом. Вы сейчас видите состав Реала. Главное новое все-таки не играет Рауль. О том, что он не играет, говорят часто. Но сегодня действительно не играет. И мы попозже с вами разберем все обстоятельства этого дела. Но вы видите расстановку Спартака. Один нападающий. Мы видим и два опорных полузащитника, в роли которых выступают Булатов и Рябов. В Реале назвать неудачно не придется язык ни у кого. Рауль провел 218 матчей за Реал в период в Испании. Провел 103 мяча. Посмотрите, что это впечатляющий показатель. Билеты на Сантьего Бернабелл. Робсон с мячом. Пас поперек поля. Это Титов. От него сегодня очень много зависит. Играет Тихонов. Тихонов в касание. Спартак старается играть в касание. Это хорошо. Пока получается. Очень здорово. Калиниченко. Тихонов. Можно бить. Нет, бить уже было, пожалуй, поздновато. Безервный судья Алан Снодди. Ими известное. И, наконец, делегат УИФА Джек Бауман из Швейцарии. Я не представил вам главного тренера Реала. Думаю, что все его так знают. Висенте Дель Боски. Опасный момент. Документы 20 мяч назад. Макелеле. У Макелеле не получился удар. Ну, что ж. Тем не менее, первый удар нанес именно Мадридц. Потом Реал проигрывал 1-3. Так вот, Реал в каждом матче проигрывает, но отыгрывается. Но еще ни одного не проиграл. Он проиграл только Галатасараю за суперкубок. Но там был золотой гол. И отыграться было, в принципе, нельзя. Он даже успевает возвращаться. Он не играет в отборе. Роберто Калласон Смит, значит, будет бить. Удар поворотом. Перекошет. Луи Швейку, кстати говоря, подставлял неизвестно что под мяч. Может пробить? Это была подача такая на Савио. Как-то, я бы сказал, не очень уверенное впечатление произвела игроков-то на головой. Потому что вроде бы мяч не делал в руке Филимонову. И не обязательно было головой. Титов. Встречается. Булатов. Нет в ней игры. Можно бить. Крениченко. Штанга. Тихонов подбирает мяч. Опасный момент. Продолжается атака. Титов. И выше ворот. Да. Чего у Крениченко? Макиреле в центре. А я закончу про Гути. Ковтун подобрал мяч, но не пошел вперед. Данил Фондю ускоряется. Тихонов. Увидит его Крениченко. Паст на Тихонова. Можно забивать. Ну! При этом он ни разу не выигрывал чемпионат Испании. И оба раза, кстати, когда Кубок Чемпионов ему давался, он не занимал даже и второго места. Один раз третий, другой раз пятое. А сейчас бьет Штолктерс. Но это уже удар, предположим, так себе был. Правильный по творениям клубной идеи. Сумел сплотить игроков. Видимо, он смел найти те простые, путничные, не особенно пафосные слова, которые были ими поняты. Ильяло не показывает какого-то откровения. У матча для Веркузенского Байера и Спортинга я вам не скажу ничего. Но там вызывают события интересные. Чусь играет на Робсона. Опасно! Ой! Опять Штанга. Опять Штанга. Очень здорово играет Мунитис на правом фланге. Это его коронная позиция. Пас в центр. Гути. Ну вот сейчас мы бы вспомнили все свои Штанги. Причем атака развивалась из глубины. Возможно, поэтому они и оказались на своих позициях. Гути. Пяточка тут какая была. Савио. Опасно! Мунитис! В подкате бросился Парфенов и смутил Испанца. Фигу. Тихонова. Здесь Штолцерс. Тихонов. Включается в центр и удар. Очень спокойно кассиваю. Вот он начнет у головы. А если будет синить, будет прямой удар. Да, он будет бить. Ну что? Пуля. Снова опасная атака и от рук кассиваю. Если вы слышите сейчас, то я, по крайней мере, хорошо слышал российских болельщиков на трибуне. Макереле. Макереле. Селадес. Фигу. Укрыл мяч. Блестяще. И удар. Гений. Еще играть. Робсон. Криняченко. 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 Робсон. Сейчас с демитом врывается в штампную участку Реала. Пас назад. Удар. А здорово придумали. Что? Это Карлос. Опасный момент. Эльгера еще становится 1-0. Ну что тут поделось? Ну что тут скажешь? Наступил Спартак на те же грабли, что и все прежние команды, игравшие с Реалом. Нельзя расслабляться. Класс игроков Реала очень высок. Понимаете? Команда ничего особенного не показывает. Командная игра, ну просто ниже среднего. Ниже всех мыслимых требований, которые к такому звездному ансамблю могут предъявляться. Но это, безусловно, команда с точки зрения коллективного духа. И это, безусловно, большие мастера. Вот Эльгере проиграли касание. И все, и получаете. А ведь понятно, что прострел должен был быть. Должны быть очень внимательные защитники. Ну и Ковтун и Парфенов. По-моему, это был Парфенов. Прозевали. Прозевали. А Эльгера тут как тут. Защитник из этой бравады неплохо бы. Стоп. Удар. Ну и, в общем, классическое представление лидера команды соперников. В первом тайме Титову дали... Да, нет, на поле Чусе. Ну, опасный момент. Удар. Вы знаете, я думаю, что замена которой, может быть, и даже и планировалось. Аберто Карлос тоже. Понял на проказе, что такой паски последует. Иван Эльгера в штрафной площадке. Удар по воротам. Ах, какой все-таки игрок Иван Эльгера. Ведь защитник. Убирать же руки. Убрали уже однажды. И снова Эльгера. И снова он играет главой. Кстати, в этом компоненте... Вот так, пропустив гол, куда хуже смотрится. Аберто Карлос. Кое-штабное. Удар. Ну вот по штангам 2-1. Уже поза Спартака размочили счет по штангам. Все пока нормально. 1-0. В игру можно выручить. Ахмана Мангути. Так. Гути нас простил теперь. Как не забил он. Как Реал забил 5 мячей Милану. В предсезонном матче. И там как раз Гути 4 мяча сделал. 2 забил и 2 отдал. Ну, приятно говорить Маркао. Опас так Реалом. Умитесь. Уже без всякого носового О на конце. Футболист из Барселоны. Теперь уже может быть правило в Валенсии. Сейчас мы что-то посмотрим за атакой от Реала. Нужны ему в сборной. Поэтому они не поедут за Олимпийскую команду играть в сильной. Все сравнительно. Игает, в общем, неплохо. Но без результата пока. Опасная атака. Гути. Надо похвалить Филимонова. Очень он вовремя выскочил на Гути. Но здесь я объясню, в чем дело. Такое наблюдение высказать. Дело в том, что вот успешная игра Реала. Парфенов. Небрежный пас. Небрежный пас. Фигу. И Коффин играет небрежно. Фигу идет по ротам. Перемонов блестяще играет ногой. И Парфенов не позволяет мячу выйти на угловой. Конечно, не наше дело раздавать медали. Да и что это за медали по итогам поражения. Унитис. Роберто Карлос снова нарывается в штрафную. Прострел. И вот видите, опять спрашивается. Где-то Марьянкес. Как он второго гола с Байером сделал. А даже он все сделал тогда. Безродный. Только ускорился и удар донес. А сложнейшую борьбу за мяч выиграл Маркао. Пас на Мунитиса. Ремонов его проследует. Мунитис. Там пустые ворота уже. Подача. Безродный, по-моему, молодец, вернулся. Тихонов. Нет, Мунитис. Ну атакует уже его кто-нибудь, ребят. Титов. Ну, Егор! Я читал сегодня в Марке интервью Валерия Карпина, который сказал, что как раз вот сейчас у Спартака есть шансы Реала обыграть. Мне показалось, что Карпин не прав. Но вот сейчас, когда матч заканчивается, такие шансы действительно были. Были шансы. Маркао. Удар Маркао! Это приобретение. Еще один удар. Сумели бы вести команду за собой. Это не фатально. И это, повторяю, это просто коннотация факта. Возможно, повторяю, возможно, перезер в спартаковского роста. Но вот в сегодняшнем матче все это не получилось. В сегодняшний матч Спартак проигрывать был не должен. Но проиграл 1-0. Мяч провел Иван Эльгера. В начале самого второго тайма, сыграв на опережение спартаковской штрафной. И на этом телекомпания НТВ и ваш комментатор Василий Уткин заканчивают репортаж из Мадрида. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова